Привет, YouTube! Меня зовут Арина, я в Лос-Анджелесе. Сейчас зима, сегодня плюс 32. Я иду сегодня гулять в центр города. Чем ближе к центру, тем выше дома. На улице мало народу, мало машин. Сегодня в Америке выборы, но бомжей стабильно много. Везде бомжи в палатках, все курят. У каждого бомжа обязательно собака и велосипед. Не считая компьютера, радио, всех остальных радостей жизни, Американские бомжи очень крутые. По дороге в центр города у меня встретился магазин для бедных, Goodwill. Здесь очень много вещей по 22 цента. Можно найти и одежда, и обувь, и чашки, и посуда, что угодно. Здесь много людей, и квартал тут тоже бедный. Вот, например, клевая банка 22 цента. Мне самое главное здесь все не скупить сейчас. Вот уже начинается центр города. Это финансовый район. Людей еще меньше, машин еще меньше. Никого нет вокруг. Здесь шоссе, высокие дома. Вот это место похоже на Нью-Йорк с пальмами. Я прошла мост, и тут прям Нью-Йорк самый настоящий начался. Высокие здания, чтобы досмотреть до конца, надо голову задирать наверх. Машины ездят, людей все еще мало. И вокруг банки. В левой части центрального Лос-Анджелеса я нашла большой магазин. Для меня это неудобно. Сейчас в Bath & Body Works впереди. Я собираюсь там купить большую свечу. Буду ее паскать с собой весь день. Она тяжелая. Я слежу за магазином в Bath & Body Works уже 5 лет. И подписана на американскую рассылку. Постоянно присылают акции. Сегодня 20% скидка. Сегодня 10 долларов скидка на свечи. Мне очень хотелось всегда зайти в Америке. В американский Bath & Body Works и купить себе свечу. В России компанией занимается корпорация Monax, которая устанавливает нереальные цены на свечи. Сейчас одна большая вот такая свеча в Москве стоит 2,5 тысячи рублей. На деле эта свеча в Америке стоит 10 долларов. Почувствуйте разницу. И, конечно же, я полечу в Америку и накуплю себе этих свечей. Но надо помнить про перевес в чемодане. Поэтому я беру себе одну большую свечу. Дома я взвесила. Они весят до 700 граммов. И я еще хочу себе найти гель для душа. Тоже с тыквой. И сегодня еще у меня, по-моему, с собой купон на 20% скидку. Сейчас буду разбираться, как они работают. Геля для душа с тыквой за 10 долларов не оказалось. Но магазин все равно меня не разочаровал. Помимо того, что мы сделали скидку 10% на большую свечу, сейчас эта акция проходит. У меня еще на почте был купон на скидку 20%. Моя большая свеча с налогом получилась 10 долларов 90 центов. За хорошую свечу, хорошего качества, большого размера я готова такие деньги отдать. Но никак не 2,5 тысячи рублей, которые просят в Москве. Сразу после Bath & Body Works магазин Target. И здесь, в долларовой секции, я нашла селфи-палки. Для того, чтобы удлинять себе руки. Они все еще стоят по 5 долларов. Очень круто, потому что в Нью-Йорке я себе не купила. И с тех пор полгода я думала об этой селфи-палке за 5 долларов. Она хорошего качества. В Москве такую за 5 долларов не купишь. Девушка на кассе в Bath & Body Works оказалась очень милой и приветливой. И взяла мои русские деньги, 100 долларов я имею ввиду. И дала мне сдачу нормальная. Я очень рада. Спасибо ей за это большое. Мне опасно заходить в Target. Сейчас я наберу опять конфеты и не утащусь с собой. Мне целый день еще ходить, гулять. Сейчас только утро, 12 утра. Поэтому надо мне сейчас закрыть глаза. И с закрытыми глазами с селфи-палкой пойти на кассу. И выйти из этого магазина срочно. Я взяла синего цвета. Это была селфи-палка жутко розового цвета и черного. Черный скучный и темно-синий. Ок. Я решила остановить свой выбор на нем. Я начинаю смотреть по сторонам. Это опасно. Все-таки зайду куда-нибудь в один ряд. Целый холодильник с моим любимым мороженым. Это первый магазин в этот приезд в Америку, где я нашла маленькие стаканы. Но здесь нет тыквенного мороженого. И я сейчас, пожалуй, все-таки буду держать себя в руках и не буду брать никакое мороженое. Не послушала сама себя. Пошла в конфеты и нашла тыквенные поп-тарсы. Я их очень хотела попробовать. Это один из пунктов в моем списке длинном. И коробки только огромные. Таргет в центре Лос-Анджелеса. Это первый магазин, в котором я нашла книгу Шейны Доусона. Это ютубер. Я его смотрю. И Nerd Dynamics, опять же. 21 доллар. Шейн Доусон всего лишь 13.60. Amazing Feel. Это британцы. Girl Online. Заэлла. Вот этих я не знаю чуваков. И вот этих тоже. Это, по-моему, Jonas Brothers. Zane. One Direction. Ну, в общем, сейчас все, кому не лень, пишут книги. Вы хотели бы написать книгу? Напишите в комментариях. Я почти смогла держать себя в руках. И купила меньше, чем на 10 долларов вместе с налогами в Таргете. Только что еще раз милая девушка на кассе взяла мою русскую купюру 100 долларов. И дала мне сдачу. Ничего не сказала. Спасибо ей большое. Далеко от Таргета я не ушла. И это первый тест селфи-палки, который я только что купила за 5 долларов в Таргете. Я нашла Five Guys в ресторанном дворе. Кого я вспомнила, как это называется. И в Five Guys я была в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. И попробовала там очень вкусный молочный коктейль с беконом. Да, такое действительно существует. И эта чудесная вещь существует в Америке. И я видела этот милкшейк только в Нью-Джерси. Я его там попробовала один раз. Он мне очень понравился. И больше я его не смогла найти в Нью-Йорке. И когда сейчас в Лос-Анджелесе я увидела А. Пайп Гайс. И Б. Что есть молочный коктейль с беконом. Я сказала, что да, я хочу есть. Все, пойдем его пробовать. Есть такая же вещь. Если вы помните, в Нью-Йорке я брала All-Way-In бургер. Где можно все наполнители засунуть в свой чизбургер. И будет очень нажористая. Это и лук, и овощи, и грибы, и бекон, и все что угодно. С молочным коктейлем такая штука не прокатывает. И милый юноша, традиционный для Лос-Анджелеса ориентации, сказал мне, что я могу выбрать только три наполнителя. Поэтому я выбрала арахисовое масло, которое мне сейчас забьет вообще весь вкус молочного коктейля. Я выбрала соленую карамель и молотед милк. Я спросила у него, что это такое. Он мне сказал, что это типа толченого печенья. Грэхэм грэкерс. Сверху добавляется бесплатно взбитые сливки в огромном количестве, чем мне тоже очень нравится Фабб Гайс. Я смотрю на чек, читаю сейчас. И бекон, бекон добавляется бесплатно, все это бесплатно. И весь коктейль получился 4 доллара 89 центов. Милый юноша на кассе также взял мои русские деньги в размере 100 долларов, разменял мне их, но не додал сдачу 1 цент. Однако, он сказал, что я вкусно пахну, спросила у меня, что это такое. Я ему рассказала, что я только что была в Batem Body Works и намазалась там чем-то. Он мне сказал, обязательно вернись туда и купи это. Ты вкусно пахнешь. В общем, полный спектр эмоций. Я рада, что я нашла милкшейк. И я готова простить этот 1 цент милому молодому человеку традиционной для Лос-Анджелеса ориентации. Вот так выглядит молочный коктейль. Сверху куча взбитых сливок. Вот это, наверное, соленая карамель. А еще мне сейчас не пришлось даже ждать мой молочный коктейль. Его сделали моментально. На выдаче стоит огромная очередь, но меня сразу позвали, и он меня сразу предупредил, что мой коктейль приготовят моментально. В Нью-Джерси я брала обычный молочный коктейль без каких-либо наполнителей, потому что я не знала, что можно сделать себе такой винегрет из всего. Очень-очень-очень густой молочный коктейль. И офигенно вкусный. И бекон хрустит на зубах. Если вы не пробовали молочный коктейль с беконом никогда, попробуйте обязательно. А бекон с арахисовым маслом это вообще нечто. День удался. Будьте здоровы, питайтесь правильно и не делайте, как я. 10 баллов этому Five Guys за то, что у них есть молочный коктейль с беконом, но перед входом нет орехов. Это нетипично для Five Guys. Везде бесплатные орехи при входе. Но здесь ресторанный дворик, возможно, из-за этого им пришлось поменять формат. Стандартном милкшейке 670 калорий плюс 80 калорий за бекон. В каждом наполнителе еще до 570 калорий. Мой милкшейк я оцениваю на больше 1000 калорий. Это мой питательный обед сегодня. Я выпила молочный коктейль, но бекон в трубочку не пролезает. Я всегда ношу с собой ложку, и сейчас она мне очень даже понадобится. Туалет в Лос-Анджелесе для мальчиков-инвалидов, для девочек и инвалидов, и для тех, кто не определился, и тоже инвалид. Вот это концертный зал Волта Диснея. Его построила его жена, она пожертвовала на строительство 50 миллионов долларов. Это концертный зал, где проходят музыкальные концерты разных жанров, и еще здесь кинопремьеры проходят. Мировая премьера Матрицы была именно здесь. Этот концертный зал построили недавно, в 2003 году, и он рассчитан на 2265 человек. Концертное здание Волта Диснея построено в жанре экспрессионизм. Мне кажется, впереди идущему человеку очень-очень жарко. Меня зовут Арина. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми увидеть мое следующее видео. Ставьте лайки, если вам нравится мое видео из Америки, и пишите в комментариях, куда мне еще съездить. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok